Повелитель Говори Говори, Симбель Говори, Повелитель Хирам Султан хочет, чтобы об этом никто не знал Но я этот груз больше нести не могу Только в вас ее исцеление Только в вас ее спасение Наша госпожа стала пленницей неизлечимой болезни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты все знаешь. Сембюль тебе рассказал. Что бы заболезнь у тебя не была, ты обязательно выздоровеешь. Даже если лекарство спрятано глубоко под землей, я найду его. Я вылечу тебя, Хюрем. Мы будем с тобой вместе. Я ни на мгновение не отпущу твою руку. Я всегда буду рядом. Пусть говорят что угодно. Недуг отступит, я это знаю. Говорят, если Всевышний посылает болезнь, Он пошлет и исцеление. Я не сдамся смерти. Сулейман, у меня есть одна просьба. Никому не говори об этом. И главное, не говори детям. Не волнуйся, я буду молчать. Но мы сделаем все, что нужно, чтобы вылечить тебя. Мы найдем исцеление. Меня лишь одно средство может исцелить. Твои глаза. Жаль, что и они теперь смотрят на меня с жалостью. Надо идти. Надо идти. ГОВОРИТ ПО Close Госпожа. Ты, кажется, забыл меня поприветствовать, Рустам Паша. Простите мне мою растерянность, госпожа, но только что, испокоив повелителя, вышли дворцовые лекари. Что случилось? Наш повелитель заболел? Они собрались не из-за него, а из-за меня. Они будут искать средства, которые мне поможут. Мне слегка не здоровиться. Это пройдет. Но лекари стали волноваться, хотя ничего серьезного нет, я уверена. Иншала, вы просто устали. Желаю вам скорее поправиться. Скоро все пройдет. Я не хочу говорить обо всем этом. Мехримах, ничего не говори. Не хочу, чтобы она расстраивалась. Госпожа, вы прекрасно выглядите. Ты знаешь о том, что произошло в Манисе? Наши шехзаде словно пороховые бочки. Я знаю, что их с ссором нет числа. Верно. Верно. То, что я увидела еще раз, показало мне, по какой опасной дороге мы идем. Шехзаде не упускает случая вцепиться друг к другу в горло. Ни Лакман, ни Фахрия, ни Лала. Никто не в состоянии остановить войну между ними. Есть только один человек, который может их образумить. Это вы, госпожа. Аллах поможет вам в этом. Госпожа, что с вами? Ничего. Дай мне, пожалуйста, воды. Дай мне, пожалуйста, воды. Госпожа. Я просила все сохранить в тайне. Почему ты так не сделал? Госпожа моя, такое нельзя больше скрывать. К тому же я рассказал это никому-нибудь, а повелителю. Особенно он не должен был узнать. Али Мехатун сбила меня с толку своими словами. Я подумал, может, повелитель найдет выход. Госпожа, я прошу вас, не сердитесь на меня. Али Мехатун говорит, не думая. А раскрывать мои тайны я тебе не разрешала. Посмотри, до чего я из-за тебя дошла. Никто не должен был знать. Я больше не хочу тебя видеть. Убирайся. Госпожа. Госпожа. Я видеть тебя не могу. Уходи. Субтитры подогнал «Симон»! Семьбюль. Семьбюль. Вам что-то нужно? Смерть человеку представляется его личным концом, госпожа. Конец света наступит, если с вами что-то случится. Сулейман. Садись. Скажи, как ты себя чувствуешь? Разве мне может быть плохо, когда ты рядом? Не хочу ни дня, ни ночи проводить без тебя, Хироэм. Давай забудем все, что мы пережили в прошлом. Пришло время простить друг друга за все. Сказанные нами слова о любви бессмертной. Даже в плохом есть хорошее. Если ты со мной только потому, что я заболела, то я благодарю этот недуг. Он вернул мне тебя. Ты справишься. Ты выздоровеешь. Аллах нам поможет. Ты видела письмо, что я написал? Конечно, видела. Строки этого письма возвращают меня к жизни. Я читала строчку за строчкой много раз. Тогда ты поняла, что я пришел к тебе, что я обнял тебя. Не из-за того, что я узнал о твоей болезни. Я очень тоскую. И я очень люблю тебя уже многие годы. Моя Хироэм. Надеюсь, мы получим добрые вести. Для тебя я собрал в дворце лучших лекарей. Они обследуют тебя. Эр-Хатага, позови лекарей. Как прикажете, повелитель. Музыка. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Повелитель, с вашего позволения, мы прежде хотели бы обсудить состояние госпожи между собой. А после этого я доложу вам положение дел. Хорошо, можете идти. Если бы твоя болезнь имела воплощение, из плоти и крови вышла бы со мной на бой, я поразил бы ее своим мечом. Я очень счастлив. Для меня важно, что ты со мной. Никакая болезнь ничего со мной не сделает, если ты рядом. Госпожа, ты моя душа, ты мое сердце. Все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Тебя мучают боли Да мне от лекарств плохо из-за них слабость не волнуйся за меня Сулейман умоляю ты сам видишь, что от лекарств пользы нет скажи лекарям оставить меня в покое И говори мне, что ты потеряла надежду. Все в пустую. Сами лекари не верят в успех. На всю волю Аллаха. Вместо того, чтобы понапрасну расходовать силы и терять время, я хочу наслаждаться счастьем в твоих объятиях. Нам надо продолжать лечение. Тебе известно, что я не привык отступать Херем. И ты не должна сдаваться. Ты обязана бороться. Мы будем возносить молитвы Всевышнему, и Он проявит к нам свое милосердие. Ты должна верить и быть твердой. Что ж, пусть так и будет. Раз ты этого хочешь. О, моя смеющаяся госпожа! Моя любовь! О твоей красоте по миру идет молба. Что за красота? Что за облик? Что за роза? Твои волосы впитали аромат благовония и волшебно благоухают. Что за сияние я вижу? Что за локоны? Что за волосы? В моих мыслях лишь запах твоих волос. Что за чудное благоухание? Что за аромат? Что за радость? Застилает глаза мои волны и слез. Что за река? Что за море? Что за воды? Ухиби лишился разума от любви. О, моя любовь! О, моя грусть! О, мои слезы! Сулейма, от былой красоты даже следа не осталось. А улыбка От всех страданий и боли за детей Померкла навсегда. Мой облик печальное напоминание О жизни и прошедших годах. Ты мое пьянящее вино любви Хюра. Каждая черточка твоего лица словно целебный глоток Этого вина для моего сердца. Ты с каждым днем становишься для меня все дороже. До сих пор я вижу в тебе ту строптивую наложницу, У которой глаза горят огнем, А сердце полно жажды жизни. Я благодарю Всевышнего, Что Он послал мне тебя. Сулейма, Моя любовь, Нежный мой падежал, Великий властелин моей души, Господин моего сердца. Ах, если бы было возможно Последнее пристанище обрести в твоем сердце, Я осталась бы жить в Рейском саду с тобой И никогда не расставалась. Не смей говорить о смерти.